Работы в этом году будет много, как и в целом для всей группировки пожарно-спасательной, которая дислоцируется на нашей территории. В Шарыповском районе сотрудники поисково-спасательного отряда готовятся к сезону паводков. Сейчас мы видим след зайца-беляка по полевым охотничьим угодям. Также при учете фиксируются все свежие пересечения следов. В Каннском районе провели зимний маршрутный учет животных. На зараженной местности в непроницаемых контейнерах спрятана провизия для всей вашей команды. Не найдете провизию, чай пить будет ни с чем. Всем ясно? Да! Школьники Шушенского района провели военно-патриотическую игру «Зарница». Шарыповские спасатели готовятся к паводковому сезону. Специалисты провели смотр техники и оборудование, которые будут задействованы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Пляшка. Здесь тоже, согласно перечне, аптечка, компас, средства личной гигиены. Вот такой экипированный рюкзак, которым оснащен каждый спасатель, весит около трех килограммов. Здесь есть все необходимое для человека, находящегося в чрезвычайной ситуации. Содержимого этой сумки хватит примерно на сутки. Как сообщили специалисты, в этом году количество выпавшего снега превысило средний показатель в 2-3 раза. Ожидается две волны паводков. Первая, вызванная таянием снега с 10 апреля. Вторая в 20-х числах апреля, после вскрытия рек. Ожидается обстановка довольно-таки тяжелая. Вчера буквально было закончено обследование полностью территории Шарыповского района по готовности к ликвидации паводковой ситуации именно органов местного соуправления, а также проверенные наиболее опасные участки. К сожалению, могу сказать, что работы в этом году будет много, как и в целом для всей группировки пожарно-спасательной, которая дисплоцируется на нашей территории. Очень много проблемных участков, как по территории города Шарыпово, так и по территории Шарыповского района. Поэтому готовность должна быть полная. В Шарыповском районе, село Ивановка и деревне Едет – в списке населенных пунктов, где вероятны подтопления. В зоне риска – усадьбы, огороды и погреба, расположенные в низинах неподалеку от реки Урюб. К оперативному реагированию на ЧАЭС природно-техногенного характера на территории Шарыповского района отряд-спасатель полностью готов. На вооружении нашего Шарыповского поисково-спасательного отряда находятся три единицы техники высокой проходимости, четыре плавсредства, два мотора и также все необходимое спасательное оборудование, в том числе и водолазное, для проведения аварийно-спасательных работ на воде. Также имеются у нас современные средства связи и GPS-навигации. На случай, если ситуация будет развиваться по наиболее сложному сценарию, подготовлены пункты временного размещения населения, эвакуированного из зоны подтопления. Спасатели просят жителей, особенно тех, чьи дома находятся в низинах, подготовиться к паводкам. Необходимо расчистить дворы и придомовые территории от снега, поднять наверх продукты и вещи, которые находятся в подвальных помещениях. И в случае подтопления незамедлительно сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. В Железногорске состоялся второй этап всероссийских соревнований «Человеческий фактор». Состязания по оказанию первой помощи и психологической поддержке среди студенческих добровольческих отрядов проходили на базе Сибирской академии МЧС в течение двух дней. Основная цель – научить людей помощи в экстренных ситуациях. Научить каждого человека оказать первую помощь в экстремальной ситуации до приезда квалифицированной медицинской бригады. То есть дать шанс выжить любому человеку в любой ситуации, в которой каждый из нас может оказаться. В январе в каждом субъекте Сибирского округа определяли лучших. В первом этапе участвовало 98 команд, во второй прошли 24. Студенты от Томска до Иркутска приехали на закрытую территорию. Сначала проверили теоретические знания. За 20 минут каждый постарался ответить максимально верно на блок вопросов. Как, например, перевязать голову? Что делать, если человек подавился или с ним случился анафилактический шок? Затем перешли к практике. На манекенах отрабатывали разные приемы. Массаж сердца, искусственное дыхание. На статистах показывали умение перевязать рану или как перенести безопасность человека с места на место. Условные спасатели поддерживали с ними контакт, контролировали физическое состояние, старались оказывать психологическую поддержку. Работу оценивали эксперты МЧС России. Участники все знают правила оказания первой помощи. Самый главный критерий – это четкое выполнение алгоритма, оказание мероприятий первой помощи, не допускать грубых ошибок. Все знакомы они с этими правилами. И четкий алгоритм мы будем отслеживать, как они будут сегодня его выполнять. Все участники задолго готовились к соревнованиям. У кого-то теория и практика была на занятиях, как, например, у студентов медвузов или у курсантов Академии МЧС. Они единственные представляли Железногорск. Кто-то искал информацию сам. Было много тренировок. И даже по приезду мы дочитывали информацию нужную. И мы ездили на курсы специальные в центр МЧС. И нас подготавливали делать искусственную вентиляцию легких и перевязки различные, психологическую помощь оказывать. Так сильно не готовились. У нас проходят пары. В основном вся подготовка проходила на парах в составе учебной группы. То есть у нас есть специальная дисциплина. Это основа первой помощи, на которой мы это все проходим. В итоге победителями стали Красноярская команда Медуниверситета Сибирь и студенческий отряд Томского университета Симфония безопасности. Они представят Сибирский федеральный округ в финале. Завершающий этап пройдет в середине мая в Москве. Участие в нем примут 20 сильнейших команд из разных регионов страны. В Несейске готовятся к очередной четвертой пасхальной ярмарке. Организаторы надеются, что в этом году это ставшее уже традиционное мероприятие соберет большое количество гостей и участников. Предполагается, что на ярмарке широко будут представлены приходы Несейской епархии и местные товаропроизводители. Не обойдется и без приятных сюрпризов. Для участия в праздничном концерте уже приглашены Несейские творческие коллективы и артисты из столицы края. Напомним, что главный христианский праздник Воскресенье Господне в этом году будет отмечаться довольно рано, 16 апреля. А вот пасхальную ярмарку организаторы решили проводить на неделю позже. Мы должны помнить, что Пасху мы празднуем 40 дней до Вознесения. Но в связи с тем, что у нас достаточно северный регион, поэтому мы немножечко сдвинули. На пасхальной неделе службы проходят точно такие же, как и в пасхальную ночь. Поэтому мы на антипасху передвинули на 22 число. Но это связано с чисто техническим моментом, чтобы было немножко потеплее. В Каннском районе провели зимний маршрутный учет животных. Распознать, какому зверю принадлежат следы на снегу для специалистов охотнодзора не составляет труда. Благоприятный летний сезон прошлого года дал свои результаты. Количество животных, проживающих на нашей территории, увеличилось. Численность охотничьих животных и птиц на территории Каннского района имеет стабильную численность за счет благоприятных погодных условий. Прошлым летом было сухое, минимальное количество осадков, хорошее урожай кедровых орехов, благоприятствовал увеличению численности рябчика, соболя, белки в таежной зоне. Для проведения подсчета были задействованы не только сотрудники ведомства, но и обычные охотники. С помощью снегоходов они обследовали леса и поля Каннского района, досконально изучили маршруты миграции зверя и птицы. Сейчас мы видим след зайца-беляка по полевым охотничьим угодям. Также при учете фиксируются все свежие пересечения следов, отмечаются в навигаторе и также впоследствии обрабатываются в электронном виде. Что касается сезонных ограничений на охоту, в первой декаде апреля будет издано постановление правительства Красноярского края о введении каких-либо запретов. Если ограничений не будет, то весенний сезон охоты традиционно начнется с первой субботы мая и продлится 10 дней. Школьники Шушенского района приняли участие в патриотической игре «Зорница». После осмотра и чистки оружия ребята отправились на поле боевых действий. Здесь их ждала полоса препятствий. Дети продемонстрировали, какие они сильные, ловкие и как у них развита координация. Самое главное – на поле боя поддержка товарищей. Задания организаторы подготовили сложные, но интересные. Болото, маятник – это переправа на канате через пропасть, параллельная переправа и лазание по-пластунски. Покинув лесополосу, отряды оказались на условно зараженной местности, а вот противогазы – химикам достались самые настоящие. Командование поставило боевую задачу. На зараженной местности в непроницаемых контейнерах спрятана провизия для всей вашей команды. Не найдете провизию – чай пить будет не с чем. Всем ясно? Да! На протяжении всего маршрута ребят сопровождали опытные учителя. Они заслуженно носят офицерские погоны, ведь у многих из них за плечами ни одна зарница. Когда мы учились в школе, лет 12-13 было. Помню, мы играли тоже в лесу в зарнице, одевались все формы, брали старые кителя родителей, отцов, братьев, сестры одевались. На рукавные повязки, погоны также были. Достаточно было интересно, и эти зарницы до сих пор запомнились. По словам педагогов, подобные мероприятия воспитывают у ребят важнейшие моральные качества – ответственность, патриотизм, смелость и мужество. Мальчишки и девчонки переносят изученную в школе теорию в реальность. Провели инструктажи заранее. Детям было выдано много материала для самостоятельной подготовки по истории края, по ОБЖ. Раиса Павловна Свинцова проводила инструктаж по сан-минимуму, по сан-подготовке. Ребята на уроках труда делали мины, делали щупы. На уроках труда девчонки шили сумки медицинские. Наконец ребята прибыли в конечную точку двухчасового путешествия. Пока разведгруппа обследовала местность и искала секретный тайник, остальные участники разбили лагерь и разожгли костер. Приготовили солдатскую кашу и горячий чай. Классно. Вообще понравилось. И вот летом тоже собираются идти сюда в поход. Тоже пойду. Природа, свежий воздух, бегать, прыгать, все это. Это вот интересно и все. Ну приятно вообще для души. Мне понравилось, что я ощущаю ответственность за людей. Что на меня можно положиться. Когда не получалось, так выводил ребятам, давайте немного осталось. Подбадривал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова